Как брать задания на платформе Сила Трек? У вас есть два варианта. Либо вам прислали ссылку прямую на тот или иной навык, либо вы выбираете сами, чему вы хотите научиться через каталог навыков. В каталоге вы увидите различные навыки конкретные, которые вы можете освоить здесь на Сила Треке. Вы выбираете либо то, что вам необходимо в рамках рекоментированного курса, либо выбираете то, что вам близко, то, что вам интересно, вы хотите в данный момент освоить. Выбираете навык, ну, например, создавать таймлайны, краткое описание этого навыка и смотрите, сколько заданий есть на платформе сейчас для освоения этого навыка. Ну, в данном случае мы видим, что здесь одно задание, мы его можем взять, и здесь есть два таких, две характеристики задания. Это количество баллов и количество дней. Важно понимать, что платформа автоматически отслеживает дедлайны выполнения заданий. То есть в тот момент, когда вы возьмете задание, включится таймер. Поэтому очень ответственно и очень внимательно относитесь к этому времени. и невозможно потом сказать машинке, ой, я что-то забыл, добавь мне еще немножко времени. Так не получится. Поэтому ориентируйтесь. То есть на выполнение этого задания система дает пять дней. Все вот эти сроки, они сделаны с запасом. Их достаточно для того, чтобы это задание было выполнено, даже если вы учитесь в процессе работы, когда вы не выделяете все время для обучения, а учитесь буквально час-полчаса вечером. 150 баллов. Это сложность задания. То есть вы не можете взять задание, у которого больше баллов, чем то количество, которое есть у вас на вашем счету. на старте вы получаете 400 баллов. И это значит, что задание за 150 баллов вы взять сможете. Если бы это задание стоило, например, 1500, то вы не смогли бы его взять до тех пор, пока вы не накопите своим обучением, не накопите вот эту сумму в 1500 баллов. Ну и здесь 150, все в порядке, мы можем это взять. Наводим мышкой на задание и видим краткое описание. Это краткое описание. Вы по нему просто ориентируетесь, что вам предстоит сделать. Решились? Берем задание. Дальше у нас есть подробное описание того, что необходимо сделать. Очень-очень внимательно, пожалуйста, читайте условия. Каждое слово здесь имеет значение. Каждый глагол имеет значение. Если в задании написано сделать вот такой-то материал, то если вы сделаете в другом формате, на другую тему, не выполните задание, которое вам сделано, то вы не получите высокой оценки. И проверяющий эксперт, специалист нашего, вот этой платформы, силатрек, вам напишет, что задание не выполнено, потому что вы сделали совсем не то, что в нем было задано. Вы читаете, понимаете задачу, которая перед вами стоит, и затем, после того, как вы взяли задание, в этом ключевое отличие платформы от многих платформ дистанционного обучения, после этого вы нажимаете кнопочку, как, собственно, сделать. Вот, кстати, видите, да, у вас таймер включился, и начинается отчет времени. Внутри каждого задания есть один, два, три, по-разному, лонгрида, которые помогают вам сориентироваться в теме, изучить эту проблему. И эти лонгриды напрямую связаны с тем заданием, которое вы выбираете. То есть нет у вас возможности типа просто почитать всю теорию, а потом что-нибудь может быть, какое-нибудь упражнение выполнить. Вся теория зашита внутрь задания, и доступна только тому человеку, который это задание взял. То есть вы изучаете, читайте внимательно лонгриды, сравниваете, он интерактивный, он помогает вам погрузиться в тему. Не старайтесь найти прям конкретный ответ на поставленную задачу. Лонгрид помогает вам выбрать направление, получить контекст, поглубже посмотреть внутрь того или иного формата, либо того или иного навыка. То есть лонгриды – это не инструкции, как вам конкретно сделать то или иное задание. Лонгрид – это обучающий модуль, образовательный модуль, он вам расширяет профессиональный кругозор. Да, конечно, в лонгридах есть инструкции, там есть видеоинструкции, либо фото, как сделать то или иное задание, но в целом, в целом, конечно, лонгриды – это образовательный контент. Поэтому изучили лонгрид, возвращаемся на платформу и, собственно, дальше выполняем задание. Вот. А каким образом его сдавать после того, как вы его выполнили, это я расскажу в следующем ролике. Игорь Негода. Продолжение следует...